Мы продолжаем рассказывать про многодетные семьи нашего региона в рамках нашей традиционной рубрики, приуроченной к году семьи. Многодетная семья – тверская традиция. На этот раз наша съемочная группа побывала в гостях у семьи Холуновых. Как любовь к семье и воспитание четверых детей успешно сочетать с заботой о своем большом хозяйстве, вы узнаете из нашего сюжета. С появлением детей Дмитрий и Ольга решили, что будут кормить их натуральными продуктами и прививать им любовь к труду. Около 10 лет назад они создали свое личное подсобное хозяйство. Сейчас на их дворе более 500 цыплят. Столько же куриц. Три породы куриц здесь выведены. Она здесь Кучинская юбилейная. Эта порода была выведена в 1960 году. Это чисто отечественный продукт, скажем так, и мы поддерживаем очень отечественное птицеводство. Эта курица несется в вареной картошке. Ей не нужны специальные корма, чем она хороша. Она выживает прекрасно в наших климатических условиях. То у нас есть адлерская серебристая, перусская хохлатая. Четвертая порода – это бролеры, это мясное направление. Дети во всем помогают родителям. Без них было бы непросто. Делится многодетная мама. Алена – старшая дочь. Ей 10 лет. Она любит ухаживать за цыплятами. Дает им специальный корм. Отдельно кладет в миску кашу. Наливает воду. Они сами проявляют инициативу, они сами проявляют интерес. Если бы не они, наверное, сколько бы животных не было. Одними руками с этим справиться невозможно. Главное, что дети помогают, что они хотят это делать. И что они видят, где их помощь необходима. Холуновы выводят цыплят из инкубатора. У них воссоздан полный цикл. У нас расходится мнение. Кто-то говорит – яйцо. А кто-то говорит, что без курицы невозможно яйцо. Ну, в общем, оставим этот вопрос риторически открытым. А еще на их дворе есть козы. Средняя дочь Анны ей всего 8 лет. Знает каждую по имени. У меня есть любимая коза-красотка. Я ее каждый день кормлю травой. Мама ее когда-то доит. Она ест комбикорм. У нее вкусное молоко получается. У нее родились козлята и три мальчика. Младшей дочке Маши 4 года. Успевает за сестрами и помогает в хозяйстве. Младшему сыну Ване всего 7 месяцев. Растет еще один помощник. Дети питаются исключительно домашними продуктами. Молоко, яйца, сыр, который Ольга делает сама. И, конечно же, куриное мясо. Как на все хватает времени, нужно просто правильно его распределить. Улыбается многодетная мама. А еще в каждом ребенке увидеть индивидуальность. У всех детей есть хобби. Средние и младшие дочки занимаются художественной гимнастикой. А старша Алена музыкой. Играет на фортепиано. Самое произведение любимое. Поле Мария, мелодия. Да, хотела бы стать учительницей. По сольфежью хотела бы стать. Конечно, на дворе без защитников никуда. У Холуновых три собаки. Два алабая и шпиц. А уже в этом году многодетные родители планируют начать разводить уток и гусей. Скоро их ждет большой переезд. Всей большой семьей, да еще и с хозяйством, они отправятся в деревню, где проведут незабываемое лето. Ведь время, проведенное с семьей за совместным созидательным трудом, бесценно. От этого становится на душе тепло, что ты делаешь все правильно. И что все эти труды, которые ты вкладываешь в всю душу, вот они действительно благородные. И они воздаются. И ты видишь в детях, в нашем будущем, вот хороших, добрых людей. Это самое главное. Это то, для чего мы живем. Это то, для чего мы работаем. Это то, наверное, для чего создан мир. А пока открытие весеннего сезона на улице в беседке за чаем из самовара на дровах и с выпечкой, которую приготовили девочки вместе с мамой. А мы обязательно еще вернемся к гостеприимным хозяевам. И, возможно, снимем репортаж про деревенскую летнюю жизнь этой прекрасной семьи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!